Продолжение следует... 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 Его нельзя строить по свободной экстраполяции, когда расширение пространства действия определяется простым увеличением пространственных осей. Мы не вправе по своему желанию выдумывать геометрические пространства любой размерности. Это связано с алгеброй групп. Существует геометрия на плоскости, и ей ставится в соответствии алгебра комплексных чищек. Существует геометрия в пространстве трёх измерений. Ей отвечает алгебра Кватерниона. Но алгебраической структуры, отвечающей четырёхмерному пространству, уже не существует. В самом деле удвоение Кватерниона порождает октаву, но множество октав уже не образуют группы, так как умножение базисных единиц, представленное таблицей 2.50, не является ассоциативным. Напомню, алгебраической группой называется замкнутое множество, в котором есть единичный элемент, обратные элементы для всех прямых, и выполняется закон ассоциативности, который на множестве октав как раз и нарушается. Дальнейшая экстраполяция удвоения октавы и т.д. тоже не приводит к числовым агрегатам, имеющим групповые свойства. Следовательно, многометные пространства 5, 6 и т.д. измерений тоже существовать не могут, как пространство четырёх измерений. Есть множество, в которых закон ассоциативности выполняется, они, однако, не образуют группы. Так, в квантовой физике часто приходится иметь дело с матрицами Паули, которые в математике называются спиннерами или спинорами. Существует простая связь между спиннерами и матрицами базисных единиц квотерниона. Закон ассоциативности для матриц Паули выполняется в силу общей природы матриц. Но группы из них не получается, поскольку множество открыто, а группа должна быть замкнутой на себя. Тем не менее, на них можно построить полезную для физики математическую структуру – алгебру Клиффорда. На матрицах Паули она представляет собой следующий числовой агрегат. В состав агрегата А входит один скаляр, три вектора, три би-вектора и один три вектора или псевдоскаляр. При перемножении таких агрегатов будут возникать два типа умножения базисных единиц – внутренняя или скалярная и внешняя или векторная. Примерами внутреннего и внешнего произведений является дивергенция и ротор соответственно. Продемонстрируем силу алгебры Клиффорда на примере электродинамики. В ней вектор напряженности электрического поля Е определяется через градиент скалярного потенциала φ, а би-вектор напряженности магнитного поля H определяется как ротор векторного потенциала А. Тогда через Клиффордовое произведение можно дать все четыре уравнения Максвелла для статического электромагнитного поля. Приведем расшифровку четырех слагаемых. Для динамического случая изменение магнитного поля приводит к возникновению ротора электрического поля, а изменение электрического поля – ротора магнитного поля. Эти же уравнения, расписанные по четырем составляющим, выглядят следующим образом. Эти две системы уравнения можно представить в матричной форме. Для получения полной симметрии в матрице и, следовательно, в уравнении Максвелла нужно ввести мнимость, как показано здесь. Итак, по аналогии можно, конечно, написать выражение для определения расстояния между двумя точками Х и У в каком-нибудь нмерном пространстве. Можно вычеркнуть N-куб или N-сферу в нмерном пространстве. Можно даже подсчитать у них число вершин и ребер или число параллелей и меридианов. Но какое отношение всё это имеет к реальному миру физики? Ровным счётом – никакого. Кажется, что закон дисперсии можно представить в четырёхмерном пространстве энергии импульса, где одна ось отводится под энергию, значение которой выражается действительным или вещественным числом, а три оставшиеся оси с сомнимыми ортами и ежейка отводятся под импульс. Некоторые релятивисты в спорах со мной утверждали, что само слово «кватернион» означает «четыре». Значит, говорили они, это гиперкомплексное число образует векторное пространство размерности четыре. Верно, что ирландский математик Уильям Гамильтон в 1843 году, находясь на мосту Бромбридж в Дублине, открыл гиперкомплексное число с четырьмя базисными единицами – одной вещественной и тремя обнимыми. На мосту установлена памятная доска с надписью «Здесь, на прогулке, 16 октября 1843 года, во время вспышки гениальности, сэр Уильям Роун Гамильтон открыл формулу перемножения базисных единиц «кватерниона» «И квадрат равно Ж квадрат равно К квадрат равно И Ж К и равно минус единицы». История открытия «кватерниона» была долгой и началась она с введения комплексного числа. В течение XVII века в трудах Лейбница, Муавра, Котца, Эйлера, Доламбера, Гауса и других математиков это понятие конкретизировалось и успешно применялось в различных областях знаний. В течение длительного времени математики безуспешно пытались построить алгебраический объект с одной вещественной и двумя мнимыми единицами, но у них ничего не получилось. И вот Гамильтон, отказавшись от трехследного базиса, решил поэкспериментировать с четырьмя базисными единицами. Его неожиданный успех заставил прочих математиков крепко задуматься, и скольки базисных единиц можно построить полноценное пространство. В 1877 году Георг Фрабениус доказал теорему, что гиперкомплексного числа на базе трех единиц построить невозможно. Вторая половина XIX века – это время интенсивного развития алгебры, в том числе векторной. Максвелл применил Кватернион для описания законов электродинамики, о чем мы уже знаем. 26-летний Уильям Клиффорд по рекомендациям Максвелла был зачислен на кафедру математики и механики Лондонского университета, а в 1874 году он стал членом Королевского общества. Еще через два года он уже докладывал об успехах своей алгебры, о которой мы рассказывали, а также о системе, построенной на бикотернионах. Окончательно аппарат векторной алгебры сформировался в последнем десятилетии XIX века в трудах Гипса и Хевисайда. Работы Минкурского, Борна и других релятивистов лежат где-то примерно в той же самой плоскости, что и алгебраистов XIX века. Они хотели придумать что-то наподобие векторной алгебры для теории относительности, которая замышлялась как физика, существующая в пространстве четырех измерений. Увы, у них ничего не вышло. Все было перепахано вдоль и поперек задолго до них. Первоклассные математики XIX столетия однозначно показали, кроме квотернионов нет других алгебраических систем, которые бы можно было применить для реального физического мира. Минковский и Борн создали совершенно не жизнеспособную геометрию, изобилующих грубыми математическими ошибками, о которых мы говорили ранее. Сегодня по проложенной ими кривой дорожке устремились нынешние релятивисты, предложившие пространство десяти измерений. Обреченность таких построений вытекает хотя бы из того печального факта, что в основу своих построений они заложили мертворожденное четырехмерное пространство Минковского. Сталин Иосиф Виссарионович, председатель Совета Министров СССР, многолетний лидер Советского государства. Фадеев Александр Александрович, автор романа «Молотая гвардия», генеральный секретарь, а потом и председатель правления Союза писателей СССР, в создании которого, начиная с 1932 года, принимал активное участие. Рассказывает, будто Сталин однажды сказал Фадееву, «Нет у меня для вас других пространств, кроме трехмерных». Шутка. Идея следующая. В результате спонтанного нарушения симметрии может возникать не только скалярный, но и некий конденсат, обладающий анизотропными свойствами. Такой нескалярный конденсат может быть как аксиально-симметричным, В таком случае он является источником финцлеровой геометрии, финцлеровой метрики, соответственно, аксиальной симметрии. Если же образуется конденсат полностью анизотропного типа, тогда он является источником асимметрии финцлеровой метрики Бервольд-Морреллского типа. В нашей стране существует большая группа исследователей, куда входят немало кандидатов наук, докторов, профессоров, университетов, специалистов научно-исследовательских институтов, которые занимаются гиперкомплексными системами. Так они определили сферу своих интересов, образовали научно-исследовательский институт, периодически проводят научные конференции по данной теме, нередко приглашают на свои заседания иностранных специалистов. Я считаю, что направление исследований, избранное этой группой, товарищей ложная, ошибочная основная идея, которую ставит перед собой группа, учреждённый ею институт в качестве цели. Не верны также средства достижения этой цели, в частности, математический аппарат, который опирается на гиперкомплексные числа. Так как этот раздел математики входит в мой курс дискретной математики, который я собираюсь представить в форме видеофайлов, то хочу высказаться по поводу работы института гиперкомплексных систем. Математика сугубо субъективная наука. И она именно такая, потому что такие мы с вами. Даже на простых примерах понятия числа, нашего человеческого понятия числа, или алгебраических структур числовых, заложено человеческое мировосприятие, наша физиология, психология, среда, в которой мы обитаем. Даже наша теория целых чисел – это аддитивная теория. Мы с вами гнем пальцы. А где-то на далекой планете живут существа, у которых пальцев нет, и они их не гнут. Зато размножаться без проблем. Эти гиперкомплексные ученые пытаются избранные ими математические аппараты использовать для объяснения мироздания. Я критикую философию универсализма в принципе. Нельзя с помощью какого-то раздела математики объяснять все процессы, происходящие в природе. В нашей стране есть большая группа исследователей, которых можно обозначить как гармонисты-золотоискатели. Все их концептуальные построения вертятся вокруг золотого сечения, так называемые божественные пропорции, или, если говорить в более широком, философском смысле, вокруг предустановленной гармонии. Они видят в гармонии вообще и золотой пропорции, в частности, ключ ко всем тайнам мироздания. Увы, нет такой всеобщей и универсальной формы. На путях ее розыска люди делают множество ошибок, натяжек, спекуляций, довольно банальным вещам придают чрезмерное значение. Например, числом Пи и Е, числом Фибоначчи, комплексным числом, Кватерниона, Бикватерниону, гиперкомплексным числом, числовым агрегатом типа Клиффорда, матрицем Паули, тенсором кривизны, многообразным геометрическим объектом, платоновым телам, кругу, сфере, гиперкугу, гиперфере, фракталам. Релятивисты прошлого столетия свихнулись на дифференциальной геометрии Риммана, придумывая четырехмерное пространство Минковского, которое в принципе существовать не может. Кто этого не понимает, тот не понимает вообще математики, элементарной. Преобразования Лоренца могут повернуть вектор какой-либо природы только в двумерной пространстве, то есть на плоскости. Кватернион вертит векторы в трехмерном пространстве. Четырехмерного пространства не существует, тем более пяти, шести, десяти мерных пространств нет. Сегодняшние гиперкомплексанты свихнулись на финслеровой геометрии, которая, несмотря на свою четырехмерную претензию, очень ограничена по своим возможным формам. Во всяком случае, она намного беднее двумерных комплексных чисел и трехмерных кватернионов. Несчастные гиперкомплексанты напоминают мне рыб, выброшенных на берег. Высоко подпрыгивают, крутятся, бьют хвостом о землю, широко открывают рот, но ничего сказать не могут. В итоге мы видим какие-то примитивные вещи. Их чертежи и формула не выходят за границы аж позапрошлого столетия. По сути, они льют в старые меха приготовленное ими вино, которое кислое, некрепкое, совсем-совсем невкусное. Их чертежи. Их чертежи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok